Я извиняюсь, память закончилась, пришлось удалить несколько видео, в общем, вот, хоть попытайся хоть раз, да, попробовать, вот, кого-то воскресить из мертвых, и, знаете, верующие, они вот, если кто-то там умирает, да, вот, они все-таки пробуют, но не получают, пока не получают, вот. Слава Богу, что пробуют, понимаете, давайте, драгоценные, вот, раз уже Господь исцеляет такие неизлечимые болезни, да, почему же мы не можем, как Иисус, вот, когда Он сказал, что это болезнь не к смерти, а к славе Божьей, и слава Божьей полна вся земля. Римлянам 3,7, давайте откроем, Римлянам 3,7. Римлянам 3,7. Да, если верность Божья возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что еще меня же судить, как грешник? А видите, вот, допустим, некоторые люди, да, говорят, вот, на что ты меня оставил, там, человек умер, говорит, вот, на что ты меня оставил, там, самое, как бы, обвиняют человека в том, что он оставил, да, тебя, там, взял и умер, короче говоря. Вот, и, знаете, это же к славе Божьей, понимаете, к славе Божьей, то есть человек воскресен когда-то, вот, и будет такая слава Божья, вот. И здесь говорится, а если верность Божья возвышается моей неверностью к славе Божьей, вот, например, человек неверный, да, он неверный, вот, он там грешит, там, и получается, что благодать умножается таким образом, понимаете? Когда, вот, грех умножается, благодать умножается тоже, вот, но апостол Павел не призывает нас к тому, чтобы грешить, быть неверными, чтобы, вот, вот, Бог возвышался, да, возвышался через мою, там, неверность, там, или через мои грехи, там, он возвышался. Каким образом он возвышается через, то есть Бог возвышается тем, да, что он нужен, понимаете? Он нужен вообще. А то, что если бы грешников не было, то зачем же Иисус нужен, понимаете? А так Иисус прославляется тем, что грешник кается, грешник кается, и таким образом он благодарит Бога, он восхваляет Иисуса, я благодарю тебя, Иисус, что ты, вот, простил мои грехи, что ты такой милосердный, вот, и прославляется Иисус таким образом. И когда я, вот, допустим, ну, или ты, да, допустим, там, ты неверный, ты, там, поступил как-то плохо, там, вообще, тебе самого от себя, там, противно, там, или, вот, и это к тому, что, вот, Бог такой хороший, а вот, а ты такой, вот, сразу чувствуется контраст, понимаете? Что чувствуется контраст, что где чистота, а где грязь, понимаете? И возвышается тогда Бог, когда ты видишь, вот, где грязь, да, вот, обычно, вот, если я, допустим, приду в церковь, да, и буду находиться среди святых людей, вот. Вот, как бы, я там не сильно отвечаюсь, вот, своей, как сказать, святостью среди них, потому что среди них я могу быть, ну, там, не то, что, там, хуже, там, или лучше, но всё равно я, как бы, среди своих, понимаете? А вот, когда свет придёт во тьму, там уже, вот, сильно прям видно, сильно прям видно, какой ты хороший, какой ты там прям вообще, такой, прям, весь пушистый белый среди них. Вот, сразу отличаются. А пойдёшь к святым, да, они обязательно на тебе какую-нибудь грязь найдут, и всё скажут тебе, что ты там, вот, тебе то не это, это не то, знаете? Вот. И, то есть, верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божьей. То есть, и я вот, допустим, если, да, допустим, среди ближников, там, сразу видно, что я свет, понимаете? И это к славе Божьей. К славе Божьей. Аминь. И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некое злословие от нас и говорят, будто мы так очень праведен, судно таковы. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Бо мы уже доказали, что, как иудеи, так и елены, все под грехом, как написано, нет праведного, нет ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все воссоверятели из пути, до одного негодных, нет делающих добро, нет ни одного. Это про кого он перечислял вообще? Если он говорит, я первый из грешников. Не про себя ли? Вот. И знаете, вот, когда я вот смотрю в Библию, в зеркало, да, не про себя ли это? Вот, он рассказывает. И, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих. Ибо нет различия в том, что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати во искуплении во Христе и Иисусе, которое Бог предложил жертву в милостивении в крови Его через веру для показания правды и в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия в показания правды в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. И Бог является, Он оправдывает, понимаете? Слава Господу. Что, вот в церковь зайдешь, да, в церковь, да, придешь и думаете, нету там, нету таких там прям вообще все такие делые, кушистые. Вот, если их посади там в какое-то, такие-таки обстоятельства плохие, да, посмотришь, какие они будут хорошие. Нисколько не будут отличаться вообще от неверующих. Может, там чуть-чуть совсем. Может, прям будут прям сильно там скрывать там свои, ну, свои там. Вот. Ну, захотят там что-то. Но внутри, понимаете, мысли. Какие мысли будут возникать вообще? Вот. Да, когда тебе перенесли, да, и в царство, и в царство возлюбленного сына. Легко. Легко в царстве возлюбленного сына, когда хорошо, когда встать и все хорошее, быть хорошим. Ну, легко, конечно. Вот. А когда плохие стоятельства? Вот. Когда вот тяжело, когда это самое. Вот. Люди с голоду умирают, попробуй не сваруй в такое время. Когда голод, попробуй не убить кого-то. Когда там тебя там оскорбляют, там, или еще что-то делают. Ну, в смысле, не ненавидь кого-нибудь. Вот. Конечно, когда тебя любят, легко любить, да. А попробуй любить тех, кто тебя ненавидит. Вот. И именно вот эта вот благодать. Аллилуйя. Да. Людей Иисуса Христа. Когда мы общаемся с Богом, когда мы говорим, да, провозглашаем, когда мы начинаем провозглашать, верить в кто мы есть, верить в то, что да, да, я и Христос одно, я и Отец одно. Но так Иисус поступает, так Иисус поступает, он прощает, он милует, я тоже милую. Вот. Он верный, значит, я верна, значит, я верна. Раз Бог верен, значит, я верна. Вот. Ну, понимаем, что закон, да, вот если вот мы были бы под законом, вот, и что-нибудь одно, что-то сделали неправильно, все виновен во всем. Понимаем, что-то одно неправильно сделал, все виновен во всем. Ненавидишь, все, ты уже убийца. Вот. Ненавидишь, все, уже убийца. Вот. Поэтому не будем друг друга судить, не будем друг друга там что-то там показывать пальцем. Вот. Но вот то, что здесь вот написано, праведного нет ни одного, это же не говорит апостол Павел про других людей, а про себя нет. Вот. Про себя, он это про себя перечисляет, потому что он про себя именно и говорит. Ну, вот. Мы же смотрим в слово Божье как в зеркало, аллилуйя. Когда я читаю вот и плохое и хорошее, я должна принимать и плохое тоже про себя, что если меня подсадить под закон, то вот это все, это ко мне подходит, понимаете? Подходит все, а вот. Вот признайтесь честно, братья и сестры, что это все нам подходит, все собрались пути, до одного негодных, нет делающих добро. Нет, ни одного. Вот если бы не было в тебе Иисуса, что бы ты сейчас делал, какие бы добрые дела ты делал. Вот. Ну, навряд ли бы кто-то бы тебе там, ну, как бы ты добровольно бы хотел там что-то делать там такое хорошее. И Дух Святой сильнее, поэтому мы делаем тоже, потому что мы потом понимаем, какой Бог, да? Понимаем, какой Бог, он, Бог сильнее. Вот, поэтому и побеждает он внутри меня. Вот. И он сильнее. Аминь. Слава Иисусу. И христианам 5.27. То есть, мои грехи, вот то, что я такая грешная была, такая плохая, там все, это все к славе Божьей. И даже сейчас, если ты что-то продолжаешь там что-то самое, это все к славе Божьей, знаете? Вот. Да прославится имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. И христианам 5.27. И христианам 5.27. Что вы представите себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была святая, а не порочная. То есть, Иисус умер на кресте для того, чтобы, да, мы предстали пред Ним, славной церковью. Иисус уже умер и воскрес из мертвых. Теперь мы славная церковь. Ничего не надо делать, чтобы стать славной церковью, понимаете? Мы уже славная церковь, потому что мы поверили в Иисуса Христа. Да, аллилуйя, это есть Евангелие, это подарок. Я стал славным, потому что Иисус за меня умер. Поэтому я стал славным. Скажите, кто сейчас будет прославлять Иисуса? Вот я пою в Иисусе Христе песни. Меня просят очень там, ну там, Виктора Цоя там сколько. Я говорю, нет, вы там ищите в Ютубе, и, короче, пойте там, слушайте Цоя. Я говорю, а я буду прославлять Иисуса. Я буду прославлять Иисуса, потому что... Потому что я славная церковь. И что Иисус умер за меня. Бог представил меня в себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая, не порочная. Вот. Он представил меня в себе славной церковью. Аллилуйя. А если бы Иисус не умер, да, если бы я не поверила, что Он за меня умер, за мои грехи, то я бы и не пела, понимаете, я бы и песни не сочинила, я бы и Библию не читала, я бы и не служила Богу. А так прославляется Иисус. Вот. Потому что я поверила, что у меня есть грехи, что мне нужен Иисус. Аминь. Потому что мне нужно как-то избавиться от своих грехов, да. И Он единственный избавитель от моих грехов. Никто не может меня избавить от грехов, кроме Него. Никто не может меня искупить от грехов, кроме Иисуса, умершего за меня и воскресшего. Никто. Нет ни одного человека, которому Бог будет заплатить за мои грехи. Нету. Только Иисус. Он един, а Он один. Иисус. 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 И благословенно имя славы Его вовек, наполнце славы Его вся земля. Аминь. Иисус. Иисус. И написано, и благословенно имя славы Его вовек. То есть, у Бога есть слава. А слава Божья – это Его Сын. Гиблия говорит о том, что слава родителей – их дети. Или слава детей – их родители. Так вот, у Бога есть слава, и у этой славы есть имя. Это имя Иисуса. То есть, Иисус Христос. Аминь. И это Сын Божий. У Бога есть Сын. Вот. И написано благословенно имя славы Его вовек. Благословенно имя Иисуса. Мы благословляем имя Иисуса. И наполнится славой Его вся земля. То есть, наполнится славой Иисуса Христа вся земля. Аминь. Аминь. То есть, Иисус – это и есть слава Божья. Понимаете? Скажи, я и есть слава Божья, потому что я и Христос. Но я слава Божья. Я слава Божья. Я слава своего мужа. Аминь. Я слава Божья. Аминь. 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 Так. 71,19. Аввакум 3,3. Аввакум 3,3. Так. Где-то тут аввакум у нас. У меня уже все потерлося. Протерлося тут. Так. Бог от Химана грядет, и святой от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и слава Его наполнила земля. Халилюя, слава Господу. Это о пришествии Господа, о славе и ужасе пришествия Господа. То есть, когда я там пою, у людей могут быть, у них могут быть разные, знаете, вот мысли о том, что о Боге, да. Кто-то там равнодушно проходит, кто-то прям боится, прям уходит, вот. Потому что то, о чем я пою, страшно. Потому что это Слово Божье. Вот. Потому что для грешников это страшно, если они не хотят каяться, то для них это страшно. Либо нужно примириться с Богом, либо, вот, что-то делать со своей жизнью, да. Как-то, ну, вот, служить Богу, там, или, либо и приходится убегать. Ацимана грядет, и святой от горы Фаран покрыло небеса величие Его, и слава Его наполнила земля. Халилюя, слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Салон 23.7. Салон 23.7. Салон 23.7. Поднимите врата вверхи ваши, поднимите двери вечные, войдет царь славы. Салон 23.7. Салон 23.7. Халилюя. Вообще поднимитесь двери вечные, да, это мы же... Иисус говорит, я дверь, кто войдет мною, тот спасется. И когда я вам проповедую, если я говорю, что я и Христос одно, то если вы войдете мною, то спасетесь, написано. То есть, как бы я открываю вам дверь к Богу, получается. Каждый из нас может это делать. Поднимите дверь вечную, написано. То есть, это тех людей, которые верят сейчас в вечную жизнь. То есть, то, что ты веришь в Иисуса, и ты веришь в то, что ты уже имеешь вечную жизнь. Только те люди, они могут быть этими воротами к тому, чтобы встретиться с царем. Иисус – это и есть царь славы. Бог – это и есть царь славы. То есть, что Иисус – это Бог. Так, восьмой стих. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный. Господь сильный в брани. Аллилуйя. Поднимите врата верхи ваши, поднимите дверь вечную, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. Аминь. А сила Божия в наших руках. Понимаете, когда мы поднимаем руки вверх, слава Божья, она чувствуется, начинает ощущаться. Она начинает на физическом уровне даже ощущаться. И на духовном, и на душевном, и на физическом уровне начинает ощущаться слава Божья, да, когда мы возлагаем руки там куда-то, там, на больное место. Вот, в руках его тайник силы его, вот, сила Божия в моих руках. То есть, через наши руки может пройти исцеление, какое-то чудо от Бога, да, вот. И вообще, даже если мы что-то делаем, да, своими руками, разве это не чудо? Вообще, все чудо, да, то, что мы делаем руками вообще. Потому что, если бы мы опустили руки, ничего бы не делали, ничего бы и не было. Вот. То, что мы делаем своими руками, вот, мастер, говорят, мастер на все руки. То есть, это же чудо, да, когда человек мастер на все руки, он может много чего сделать. Вот. Если бы, допустим, Господь дал мне руки, да, вот руки мне нужны очень, чтобы на гитаре играть. Вот. Аллилуйя. Слава Иисусу, чтобы на синтезаторе играть, там, что-то делать с ними руками, там, готовить, там, еду, там, или еще что-то делать. Вот, какие-то домашние дела, нам очень нужны руки. Вот. Поднимите врата. То есть, руки – это как ворота, ворота, да, к тому, чтобы вошел Царь Славы. Ну, поднимите руки вверх, поднимите руки вверх. Вы почувствуете, почувствуете, что, ну, устали руки вот так держать, вот так держите тогда. Да, вот. И ощутите прямо, закрываете глаза и ощущаете прямо Царя Славы. Вот. Сразу начинает какое-то движение внутри. Вот. И вне. Вот. Какая-то работа Святого Духа внутри меня происходит, когда вот я вот так это делаю. Царь Слава приходит. Аллилуйя. Давайте будем делать это чаще. Чем чаще мы это делаем, тем лучше. Аминь. Мы так ощущаем Бога сильнее. Я когда ходила в церковь, да, там вот когда медленнее поклонение, вот, как-то сильнее ощущается вот эта вот сила Божия, слава Божия. Сильнее ощущается сила Святого Духа, нежели когда вот такие вот быстрые прославления там какие-то вот. Что я в разные общины ходила, и вот когда вот я ходила в те общины, где прославления такие вот торжественные, вот, там я сильнее ощущала присутствие Бога, нежели вот где вот такие вот, ну, более быстрые там хлопания в ладоши, там еще. Вот, вот, там как бы меньше ощущала. Вот. И где я, там были такие вот даже поклонения, и там были такие слова, наполни меня Дух Святой. Понимаете, наполни меня Дух Святой. Да, он меня наполнил, наполнил. Мы уже верим, что он нас наполнил. Но были учения, ну, вот, когда я ходила в церковь, там, допустим, Благодать, я пела, там, наполни меня Иисус наполнил. Я ощущала прям присутствие Бога. Потом в другую общину пришла, там пастор сказал, да не надо я петь наполнил, он нас и так наполнил. Зачем вот опять молиться, чтобы он нас наполнил? Он уже нас наполнил, все. Вот. Я перестала как-то петь, знаете, я вообще перестала ощущать вообще присутствие Бога. Это все равно, что ты вот сказал, я тебя люблю, да, своей жене один раз в году, да, ну, там, и он говорит, ну, я же тебе сказал в день свадьбы, что я тебя люблю, что тебе еще надо? Знаете, с Богом нужно вот постоянно говорить, наполни меня Дух Святой. Да, мы наполни, но все равно наполни меня Дух Святой. Да, он со мной всегда, но все равно приди ко мне. Амилюб, слава Господу. Да, ты навсегда мой, но все равно повторю тебе, да. Ты каждый день повторяй, ты навсегда мой, навсегда мой, навсегда мой. Аллилуйя, слава Иисусу. Так, Иезекель 43.2. Иезекель 43.2. Иезекель 43.2. И вот, слава Бога Израилу шла от востока, и глаз его, как шум, вот, многих, и земля светилась от славы его. Аминь. Аллилуйя. И я живу на Дальнем Востоке, на Сахалине, в России. Вот. И слава написана, шла от востока. Аминь. И глаз его, как шум, вот, многих. Аллилуйя. Аллилуйя. И, знаете, здесь много, да, верующих, много христиан, которые прославляют Иисуса. Это и есть глаз Божий, как шум, вот, многих, потому что, когда мы вместе, когда нас много, вот, мы прославляем Иисуса, это и есть глаз Божий, как шум, вот, многих. Ну, вот, когда народа, да, много, и они, там, разговаривают одновременно, это, получается, как шум воды, понимаете. А когда мы прославляем Иисуса, это глаз Божий, глаз Бога, вот, когда, как шум, вот, многих. Аминь. Потому что мы и есть, вот, его голос, мы и есть голос Божий. Когда ты слышишь проповедь какого-то пастора, есть голос Божий. Во всех церквях по воскресеньям проходит богослужение. Это глаз Сына Божий, глаз Божий. Глаз Божий проглашает Слово Божие. Аминь. Имеющий уже дослышит, что Дух говорит церквам. Откровение 18.1. Откровение 18.1. После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. Здесь рассказ об ангеле, который сошел с неба. Там, да, написано, земля осветилась от его славы. Аллилуйя. Ангелы – это служители Божьи. Если я служу Богу, значит, я и есть этот ангел, да. То есть, потому что Бог – это все во всем вообще. То есть, ты называешь себя Сыном Божьим, ты называешь себя, что ты Христос одно. Но если же Христос живет в тебе, Дух Сына Божьего в тебе, и ты и Отец одно, я и Отец одно, вот, то земля осветится от славы Твоей. Аминь. Слава Господу. Ты сошел с неба. Скажи, я сошел с неба. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, пал, пал, Вавилон, великая блудница. Аллилуйя. И говорит, пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птице, ибо яростное вино было до деяния своего. Она напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И слышал я иной голос с неба, говорящий, выйдя от нее народную, чтобы не участвовать в грехах ее, не подвергнуться язам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспоминал неправду ее. Вот. И, короче, вот этот ангел, который сошел с небес, скажи, я ангел, который сошел с небес, и я просто оглашаю вот это вот, что пал, пал, Вавилон, великий. Мы должны об этом провозглашать, мы должны говорить о том, что пал, Вавилон, великий, да, потому что в нашей власти сделать это сейчас, вот, чтобы, да, ну, потому что написано, что этот Вавилон, он был разрушен за один час. Все. Аллилуйя. Ну, вот вся эта глава описывает о том, что пал, Вавилон, великая блудница, это город, такой город, который блудил от Бога, вот, приписывал всю славу Божью, значит, и богатство это все, да. Так. Так. То есть, это очень, очень роскошный город, да, очень роскошный, вот. Вот, вы знаете, вот, сейчас вот люди смеются, вот, надо мной, на то, что я верующий, смеются на церкви, смеются на беду, лохи там от них ходят в эту церковь, короче. Ну, вот так вот унижают всех, тех, кто именно сейчас в церковь ходит, какое-то непрезрительное такое отношение, вот тем, кто именно верующий, да. Вот, это, это кто вообще? Это и есть Вавилон, великая блудница, которая не хочет, короче. Ну, как, она, она же принадлежит Богу, вообще-то, Бог же, ну, как бы, всех спас, получается. Но, но она не хочет прийти к Богу, понимаете, не хочет к Богу приходить. Вот, и в этом городе найдена кровь пророков и святится всех убитых на земле. Вот, война, это откуда вообще война? Ну, вот, война, много убитых, это все дела Вавилона, это все дела блудницы, да, потому что не хотят они исполнять заповеди, Боже, не убей, не хотят они использовать, да, возлюбить ближнего, как самого себя, не хотят прощать, ненавидят. Ну, откуда война появилась? Жадность, там, любостяжание, это вот гордость, все, вот, все себе, все захапать себе, все, там, и все деньги, там, тратиться на то, чтобы, на это оружие, убийство, там, ну, вот, ну, можно сказать, да, ну, они создают эти оружия, да, убийства, ну, вот, они могут, там, говорить о том, что это оружие создано для защиты, там, страны, там, и так далее, но на самом деле-то, что? Ну, ну, вообще, было бы, конечно, хорошо, чтобы эти деньги тратились не на то, чтобы создавать оружие, потому что, если ты создаешь оружие, это уже признак того, что ты ждешь нападения, да, ждешь нападения, то есть, понимаешь, что есть какой-то враг, вот, которым нужно защищаться. А тот враг, в свою очередь, который не хочет исполнять заповеди Божии, не хочет знать, да, о том, чему учит Иисус Христос, когда Он говорит, не убей, возлюби ближнего как самого себя, не делай ближнему тому, что ты не хочешь, чтобы дело к тебе. Но, однако же, они хитрости, да, хотят, что там, какие-то границы, какие-то, там, завоевать территории за себя, там, и так далее. Разве это не великая блудница? Разве это не Вавилон? Все ради того, чтобы обогатиться, чтобы захапать по-очень себе земли. А Иисус говорит, что, что Он, чему Он учит, да, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кроткие разве будут это самое убивать? Кроткие разве будут они, ну, это самое, какой-то хитростью, там, вот. Какими-то, там, махинациями или еще чем-то, там, ненавистью, злобой, там, какие-то действия воспринимать. Поэтому все это и происходит, вот эти войны, все, эти раздоры, всякие конфликты, всякие там непонятные, короче, вещи в жизни людей, да. Какие-то неудачи, какие-то проклятия, вот. Это все дела Вавилона, мы же понимаем, что мы перешли из царства тьмы, царства Владимирного Сына. У нас золотой город, в котором мы живем. Давайте будем жить в этом городе. Давайте будем жить в этом городе. Давайте будем осознавать то, что мы уже перешли из царства тьмы, царства Владимирного Сына Божьего. Лука 2, 13. Лука 2, 13. Это последний стих. Все. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышнему Богу и на земле мир в человеках благоволения. Аминь. Аллилуйя. Это когда родился Иисус, и пастухи увидели, что явилось на небе многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышнему Богу и на земле мир в человеках благоволения. То есть, когда родился младенец Иисус, все, с этого момента прославился Господь на земле, воцарился мир. Вот. В глазах Бога, да, в человеках благоволения. То есть, да, Бог человеколюбивый, да, Бог многомилостен. Но даже те, кто ходят в церковь, они сомнимаются, есть благоволение Божие на мне или нет благоволения Божие на мне. А вот это вот ангелы явились еще до того, как Иисус вообще, ну, умер на кресте и воскрес и замерз. Еще до того, как он там, только родился и все. Уже на земле мир в человеках благоволения. Мы должны верить в то, что на земле мир. Потому что славы Божьей полна вся земля. Не войны полна вся земля, а славы Божьей, да, мир на земле. Аллилуйя. Мы должны видеть своими глазами мир на земле. Потому что Вавилон разрушен, все. Я своими словами разрушаю этот Вавилон, всю эту великую блудницу. Потому что я из камень, который оторвался от горы, да, наполнил землю всю. Славы Божьей терпал нас вся земля, и мы об этом сегодня снова будем говорить. Давайте, подсевайтесь со мной, возлюбленных. Песня молитвы, которая называется «Царство АВН» 24 июня 2022 года. Славы Божьей полна земля, славы Божьей полна земля. Славы Божьей полна земля, славы Божьей, да, как небеса. Земля полна, славы Божьей, да, как небеса. 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 Я рекомендую, чтобы вы пели эту песню, вот так, подняв руки вверх, да, вот, до тех пор, пока вы не почувствуете сильно присутствие Бога, вот, физически, пока не ощутите, вот, внутренне, физически, эту работу, всю, которая, чтобы Бог произвел вам работу всю вас, для того, чтобы, ну, ваше тело стало легким, вот, чтобы внутри вот это вот, вся это вот, все негативное это ушло. Вот, да, давайте помолимся, чинаш, вот, благодарим Господа, давайте помолимся сначала за то, что, за пожертвования, дорогой Иисус, деньги под моими ногами, вот, спасибо за финансы, за материальное, то, что люди жертвуют во имя Иисуса Христа, хавилию, те деньги летят ко мне во имя Иисуса, потому, что, мое желание, это, чтобы все люди спасли себя, те люди позвонились, мне нужны ресурсы во имя Иисуса, я благодарю тебя за все ресурсы, которые ты мне даешь, для того, чтобы это, твое желание осуществилось во имя Иисуса Христа. Вся земля наполнена славой Божьей во имя Иисуса, хавилию, я благодарю тебя, мой Небесный Отец, спасибо, славься, мой Иисус, славься, мой Иисус, славься, мой Иисус, славься, Господь честер, мою жизнь, особенно если личную жизнь во имя Иисуса Христа, расславляйся, Иисус, расславляйся, Иисус, после нашейtable мы расширяются, хавилию, пусть наши возможности не будут ничем ограничены, ничем во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, ибо ты не ограничен, Ваим Иисусом, ты не ограничен ни в чем, Господь, ты все во всем, ты везде. Аллилуйя, я благодарю Тебя, мой небесный сердце, я благодарю Тебя, мой небесный сердце, я благодарю Тебя, Господь мой Иисус. Да простатство Святое Имя, Аллилуйя, все, что Ты созидаешь, Господь, никто не посмеет разручить, все, что Ты созидаешь, Господь, все укрепляешь, Ваим Иисуса Христа, все созидаешь, защищаешь, Ваим Иисуса Христа. Аллилуйя, ты моя крепость, защит Ваим Иисуса Христа, ты за меня, если Бог за меня, то кто грозит меня, Ваим Иисуса Христа. И те, кто угрожает, Господь, уважение, угроза, Господь, Ваим Иисуса Христа, и утверждает все, о чем я учу, Ваим Иисуса Христа. Халилю подтверждает то, что, о чем я учу, это все истина во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok